И всем привет, ребят! С вами Старванька, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен одной интересной теме, а именно ивентовым праздникам, которые у нас уже будут в ближайшее время. Не знаю, вообще правильно называть это всё дело праздником или нет, но пусть оно будет так, пусть оно будет так. Чёрная пятница у нас уже меньше, чем через неделю, да даже какой неделю, уже пару-тройку дней осталось у нас до неё. И сегодня мы вместе с вами обсудим всё, что у нас будет, по моему мнению, на этот ивент, какие у нас будут скидки, ну и будет ли помимо скидок что-то ещё интересное. Потому что сейчас у нас в последнее время очень много всяких ивентов в игре происходит, соответственно, разработчикам уже можно чем-то удивить. Всё-таки это чёрная пятница. Если год назад у нас были на неё очень приятные бонусы, я думаю, что и на эту чёрную пятницу они тоже будут довольно-таки интересны. Скатаем на заднем фоне каточку. Я тут уже вас по жижечку одел. Запикаюсь я, ну давайте, пожалуй, в регби. Я думаю, что, в принципе, там режим аж саба сильно не решает. Пройдёмся обо всём по порядку. Изначально я скажу, что у нас было на прошлый ивент год назад. У нас тогда скидки в игре были 50% и скидки были как на магазин, как на гараж, так и на МПК. Соответственно, я, недолго думая, даже не то, что предполагаю, а надеюсь на логичный исход этого момента, в том, что у нас будут также 50% скидки на этот ивент. И помимо 50% скидок у нас в игре также будут мини-ивентовые выходные, что-то вроде дисконт уикенда. То есть у нас будет с пятницы, суббота, воскресенье у нас будут, опять же, повышенные фонды, повышенные голды, которых у нас в последнее время уже очень и очень много появляется. И этот ивент не станет исключением, так же само у нас будут повышенные и фонды, и голды, но ещё, ко всему прочему, будут какие? Правильно, 50% скидки. Почему я думаю, что именно 50%? Потому что очень большое количество ребят говорит, что да не, 50% не будет, да не, разрабы ничего такого не сделают. Да, и начинают там думать, может там, кто-то вообще думает, что может даже 70% будут, да, что-то интересное. Я, кстати, видеоблог ещё до сих пор не смотрел, который у нас вышел, получается, в пятницу прошлую, да, то есть там была какая-то уже задумка по поводу Чёрной Пятницы, но по поводу самих скидок ничего не сказали, да. И эта вся задумка, я думаю, что заключается в том как раз-таки, что у нас впервые за долгий период времени, если я не ошибаюсь, последние 50% скидки у нас были на день рождения ТО, будут 50% скидули, скидули. И, соответственно, вместе с этими скидками будет ещё и возможность очень хорошо закупиться в магазине за донат. То есть за донатные все эти плюшки будут также с 50% скидкой. Может быть, может быть, может быть, появятся даже какие-то новые интересные спецпаки, которых не было у нас, например, раньше, и они также будут с большой скидкой. Всё-таки нужно понимать, что это Чёрная Пятница, и на Чёрную Пятницу такие моменты реально могут появиться, да, по поводу фондов, по поводу опыта я, в принципе, сказал, да. То есть сейчас это уже, наверное, дефолт, и что фонды, что опыт будет. Мне бы также, лично мне, лично мне, хотелось бы увидеть что-то новое, что-то новое, да, чего у нас, например, в последнее время не было, да. И пусть это будет связано, например, там, с какими-нибудь даже миссиями, но эти миссии будут приурощены к какому-то другому движению, да. То есть если у нас что-то реально оригинальное и интересное появится на этот ивент, а не просто там условный там дефолт, 50% скидки и всё, да. То есть, ну, хотя 50% скидки это уже очень хорошая, крутая тема, это очень хорошая, прям реально хорошая темочка, потому что у нас давно не было хороших скидок. И я лично жду их, чтобы закупиться, например, расходкой, да. И мне бы хотелось бы, чтобы эта скидка 50% у нас была, да, потому что сейчас я уже, как вы видите, начал играть на кризисе. А на кризисе вы сами знаете, насколько быстро начинает улетать расходка. Соответственно, я жду этих 50% скидок. Но помимо них, помимо них, мне бы также хотелось бы увидеть что-то новое и что-то оригинальное. И в этот раз я надеюсь, что мы это вместе с вами и увидим. Хотя, ожидать можно многого, но вот эти вот байты от разработчиков в видеоблоге, где есть какая-то уже там намёки, какая-то информация, которую они не хотят говорить, заставляют меня задуматься о том, что может быть реально, реально сделают что-то оригинальное, что-то интересное и не совсем дефолтное. Что я, например, буду удивлён увидеть, буду удивлён увидеть, да. Возможно, получится разработчикам удивить, и мы вместе с вами это уже совсем-совсем скоро узнаем. Насчёт того, что есть те ребята, которые думают, что, например, будут часовые 70% скидки на какие-то определённые ништяки в нашей игре. Такой вариант тоже я в своей голове прорабатывал. Всё-таки вы помните, что у нас была там такая тема, когда у нас делали 70%-ные часовые скидки и говорили, что на любой ивент они могут появиться. Они могут вот просто взять и появиться. Я могу вам сказать, что, что, что. Такой вариант чисто в теории может быть. Чисто в теории, да. Но шанс его, как по мне, очень мал. Как по мне, очень мал, да. Больше я верю в то, что у нас будут просто 50%-ные скидки на всё. И при этом будет какая-то инвентовая тема с особыми миссиями, с повышенными фондами, голдами. И, возможно, даже с какой-нибудь специальной картой. Всё-таки Чёрная Пятница. Ну, там что-то, что-то интересное тоже можно придумать, если захотеть. Да, но я уже не говорю там про какие-то там билборды или ещё что-то в этом духе. Также спецухи, я думаю, что могут быть крутые. Могут быть какие-то крутые. И могут быть не совсем стандартные, да. Не по типу там за 2000 и за 20, а может быть что-то интересное появится, да. Но всё это дело я могу лишь только предугадывать, предсказывать. И всё. Вроде как, вроде как, вроде как. По всем тем моментам, которые у меня были в голове. Я прошёлся, поэтому вам лишь могу сказать, что ожидайте, ожидайте. И если, например, есть ребята, которые до сих пор не приобрели или, например, не прокачали какие-то там вооружения, то лучше уже дождитесь Чёрной Пятницы. И там уже сделайте вот эту вот самую замечательную вашу прокачку, да. То есть я считаю, что нет уже никакого там особо большого резона сейчас вам устраивать эти вкачи какие-то там. Ещё что-то в этом духе вытворять. Потому что полноценно, полноценно у нас 100% в игре какие-то скидки. Какие-то скидки. А я думаю, что это 50% скидки в игре будут. И уже на них вы сможете выкачать всё, что хотите. На МПКшить всё, что хотите. И даже приобрести расходку. Потому что, ну, на расходку я лично очень сильно жду. И надеюсь, что в этом плане я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. И я увижу 50% скидку на всю расходку. И, соответственно, с этой скидкой на расходку смогу приобрести нужное количество её для себя. А для меня нужное количество, ну, это хотя бы по 1300-1400. При том количестве кристаллов, которые у меня сейчас имеются. Может даже и больше. Может быть даже и больше. Всё зависит от того, как оно пойдёт. Как оно пойдёт. И, может быть, где-то я ещё себе кристаллы подмучу. Потому что там ещё есть контейнеры у меня. Может быть, я вообще всё пооткрываю. Дабы прям плотно-плотно-плотно подзатариться. Ну, единственное, наверное, то, что я не буду контейнеры обычные, да, открывать. Которые я там тыщенку коплю. А вот там недельные условные. Там можно вообще влёгкую взять, открыть. Тоже там кристаллы плюсануть. И их кинуть на расходку. Потому что, ну, по сути, наверное, мне сейчас особо не на что тратить эти кристаллы. За исключением броненосца, которого у меня пока что нету. Но когда он будет, ну, я думаю, что уже на тот момент у меня что-то, что-то должно, по идее, появляться. А если оно уже появится, то там уже и тогда на вкачку всё у нас и уйдёт. Ладно, что у нас по бою? Что у нас по бою? Что у нас по бою? По бою у нас 2-3 мы летим. Я пока базарил на заднем фоне, одну доставочку оформил контентовую, да. Даже 2 доставочки оформил контентовые. Там хороший стелс заходик такой залетел. И я вот сейчас думаю, что, наверное, мы можем камбэкнуть эту катку. Да, я специально взял такую прям конкретную торпеду, Вася. Хорошую такую, которая летит, что бешеная. И постараюсь сейчас, ну, как минимум, ещё пару доставочек, если оформлю, то будет вообще супер. Ну, либо моя команда, например, оформит. Так, там летит типочек с флагом, ой, с мячом. Если доставку оформят, будет вообще кинтом нагибаторским. Если не оформят, то я её оформлю. Штока-да-штока профессиональную. Нет, штока-да-штока не потребовалось профессиональную. Вот эту кинту-бомбочку прожму, чтобы его немножко подсуетил там мой бомбовый взрыв. Хорошо, купол улетел. Типа тоже унесли. И 3-3 у нас есть. Хорошо, хорошо. Очень, очень хорошо. Так, нам нужно сейчас что сделать? Нам нужно доставить ещё один мяч. Ещё один мяч. Лечу, лечу, лечу. На гусиной кукурузе. Так, через центрик. Я попробую сейчас типа подстраховать. Его там, походу, уже уносят. Бесшансово, да? Скорость, конечно, очень хорошая. Очень приятная. Так, ну что, Алая Роза поставит? Алая Роза? Или не доставит? Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Да кукурузился. Ой, да кукурузился. А это была доставка. Это была доставка. Вика Гром даже хоть там и овердрайв прожимал. Но он точно не успевал. Я мог эту доставочку очень в лёгкую оформить. Так, мяч падает вниз. Мяч падает вниз. Стопэ, 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 братик. Блин, ну взял бы мне хотя бы оставил бы, я не знаю. Доставил бы я, что ли? Доставил бы я, что ли? Не захотел Микел ничего оставлять. Давай-давай-давай. Ай, все с этими подрывниками играют. Это просто ужас. 4 минуты. 4 минуты до конца катки. Киллов и смерти у меня, конечно, безумно большое количество. Но это регби, это регби. И наша главная цель это доставка. Нам надо доставить. Нам надо доставить. Ставить. Сделать эту доставочку контента. Хорошо. Есть, успел. Успел. Я уже думал не успею. Не тру прожал, чтоб на Верочку дать. Хорошо. 4-3 ведем. Сейчас слева мяч. Мы можем уже чуть поаккуратнее, наверное, играть. С одной стороны. С другой стороны мне аккуратность ни к чему. Я буду сейчас стараться через стелс оформить шикарную доставку. Там типы право пушат. А мяч у нас слева. Соответственно, сейчас я, если через лево быстро разыгрываю через стелс, они меня, наверное, даже никто и ждать не будет, да? Ой-ой-ой. Нет. Блин. Если бы я бы не зацепился. Если бы сейчас бы не зацепился, сейчас через тыл бы уже бы улетел, был бы в доставке. Вряд ли бы даже прочитал бы этот весь мувмент. Тяжелый. С одной стороны тяжелый, конечно, с другой стороны, наверное, мог меня читануть. Ну ладно. Я думал, что доставочка будет. Ну 4-3 ведет. Главное сейчас противнику не дать доставить. Может там даже наш ставит. Ставит, да, походу. А, 5-3. Все, короче, это победная. Победная контентовая каточка. Это очень-очень хорошо. Хорошо-хорошо-хорошо-хорошо-хорошо-хорошо-хорошо-хорошо-хорошо. Так. Пробуем сейчас слить типа по Бэрику. С Дэдули. Ладно, не будем его добивать. Едем лучше за мячом. А то там, смотрю, противник стоит на подборчике. Мы как раз-таки до него досуетим. Давай, друг мой хороший. Нарез пик. Аптечку я бы, конечно, просую профукал. Шафт целится через центр. Так, второй раз я надеюсь, что я так не кукурузну. Да. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ай, не успел. Ну типа, конечно, который был сзади, я, конечно, слил. Но на большее меня не хватило. Была бы аптека, может быть, и хватило бы. Так, без аптеки я уже ничего больше сделать не смог. По кризису, друзья, если у кого какие-то вопросы ещё остаются, по моему кризису, блин, мне он безумно нравится. Мне прям очень сильно нравится этот дрон. Я готов на нём вообще с кайфом суетить. Прям вообще с конкретным кайфом. Особенно вот на таких режимах, на таких больших картах. Уф, уф, прям очень хорошо. Очень хорошо. Мне очень нравится. Прям вообще. Прям залетает. Верри Вантов. Как тип на подборе. Какой-то. Какой-то типочек на подборе. Второй его в спину лечит. Не знаю, правильнее как с ДДшки. Ну, наверное, с ДДшки, наверное, правильнее было сейчас урон накидывать. По идее, я ему нормально там накидал. Они на две доставки уже даже по времени не успевают. Даже если они эту поставят. Так, сейчас мы с ДДшки попробуем накидать. Ой-ой-ой, хорошие котлетки полетели. Полетели, полетели, полетели. Так, откатимся от бомбочки. Хорошо, подборчик. Летим, аптека у меня есть. Да, вроде как есть. Ой, шавцелится. Ладно. Это, конечно, полбеды. А вот гром это уже больно. 37 секунд. Точно победная катка. И это... Отлично! 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 То, что на таком даже видосе, который посвящен... В черной пятнице мы еще и каточку выигрываем. А если каточку выигрываем, то у нас 100% какие скидки будут? Кто скажет мне? Правильно, 50% скидки у нас 100% будут. 100% контента. А если сейчас доставлю, то будет 70% на час скидки. Нет, 70% на час скидок не будет. Будет просто 50% скидки. Как-то так. Пишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Что вы думаете по поводу скидок. Говорите. Мне вот интересно будет посмотреть. Вернее, пишите. Какие предметы вы готовы покупать? Да? И интересно ли вам скидки в магазине? Может, в магазине есть ребята, которые что-то будут приобретать? И вот это такие все ситуации, которые есть. Ну, или и кристаллы, и расходка. Что вы будете приобретать? Напишите. Мне будет интересно все это дело почитать. Также не забывайте поддерживать видос лайка. Подписываться на канал, если еще вдруг не подписываться. Также нажимать на колокольчик. Дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.